Ранним утром автобус с несколькими участниками съезда работников дошкольного образования припарковался в центре Видного, у здания историко-культурного центра. Здесь гостей встретила Ольга Алешкина, начальник управления образования Ленинского муниципального района. Если вы сочтете нужным сказать нам какие-то добрые слова, слова критики, каких-то предложений в нашу работу, мы открыты для такого общения. Сегодня воспитателям дошкольных учреждений предоставлена возможность пообщаться с коллегами из подмосковных садов. Всего в данной программе участвует 15 муниципалитетов, в том числе и наш. Именно в общении и обмене живым опытом состоит основная цель этого мероприятия. Наша задача показать, понятно, тот уровень дошкольного образования, который достиг в Московской области, он достаточно высокий. Мы должны учиться и у регионов. Также у них во многих регионах очень интересная составляющая, что касается реализации непосредственно образовательных программ. И этот опыт, он ценен для нас в том числе. После краткого приветствия и рассказа о Ленинском районе, гостям, разделившимся на небольшие группы, предложили посетить дошкольные учреждения и пообщаться с коллегами. Пятеро из них познакомились с видновским детским садом «Солнышко». Девиз нашего детского сада – «Солнышком ложимся, с солнышком встаем, на планете солнечно и радостно живем». Небольшая экскурсия по детскому саду, после которой гостям предложили посмотреть два занятия с детьми. Первый показ носил название «В мире неизведанного». Урок проводила воспитатель высшей квалификационной категории Елена Калачева. Дети, вы знаете, с синим и голубым цветом на глобусе обозначена вода. Затем участников съезда ждало второе занятие. Оно проходило уже в спортивном зале. Проводила его инструктор по физкультуре первой квалификационной категории Оксана Бекетова. Вряд ли маленькие спортсмены подозревали, что участвуют в серьезном мероприятии под названием «Показ организованной образовательной деятельности по физическому развитию». Для них это было просто веселое приключение. Гости тоже остались довольны. Мероприятие прошло на высоком уровне. Педагогия замечательный, уровень квалификации высокий. Огромное спасибо Подмосковью за великолепную организацию и такой замечательный результат. Но самое ценное, конечно, личное общение. Коллеги с удовольствием делятся хитростями в работе с родителями, тонкостями в подходе к реализации воспитательных программ, наработками в организации дополнительных занятий. В апреле мы проводим день открытой, и перед этим неделя идет, когда у нас было много кружков, отчет кружковой работы. Каждый специалист готовит перед родителями отчетов. Постоянный обмен опытом между педагогами дорогого стоит. За три последних года в России появилось более 1 миллиона 360 тысяч новых мест в дошкольных учреждениях. Соответственно, привлекаются новые кадры. Кроме того, в 2013 году были приняты новые образовательные стандарты. Их внедрение также невозможно без постоянного обмена опытом. Кадры решают все. Можно иметь навороченные какие-то стены, оформление, оборудование, но надо с ним эффективно и полезно для ребенка работать. Это наша задача. Именно эту задачу и призваны решать подобные мероприятия. И то, что Ленинский район стал одним из полигонов для общения педагогов в рамках такого статусного мероприятия, как съезд работников дошкольного образования, конечно, не может не радовать. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Максим Козлов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ